МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, студии працуя Александра Гамоля. Глядите у гэтым выпуском. Гомельщина памятая. Сегодня прошла областная навыково-практичная конференция. В улице Героев мы протягиваем цикл сюжетов, просвещенных героям Советского Союза, именами яких названы в улице нашего областного центра. Спорт объедновывая. Сегодня в Жлобине прошел международный турнир по мини-футболе, удельниками якого стали представники правооховных и силовых ведомств Беларуси и России. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президентам Беларуси объявлена подяга представникам белорусско-громандских объединений ветеранов за шмотгодовую пленную працу. Значно особистый вклад в патриотичное выхование молоди. Отповедное распоражение подписал керавник державы Александр Лукашенко, поведомили у пресс-службы белорусского лидера. Подяга объявлена у приватности першему наместнику старшиней Гомельской областной организации Василю Козырову. Дарай же интервью про работу ветеранского объединения в регионе вы сможете убачить 12 мая у 16.01 в программе «Новины тыдня» на Беларусь 4 Гомель. Работа промыслового сектора, зарплаты за обеспечение шмодетных семья в жильем. Керавник администрации президента Республики Беларусь Наталья Качанова приняла уделу посяжение Гарвы Конкама, на яким обмерковали выники социально-экономичного развития Гомеля за первый квартал. Например, один из основных показчиков экспорт товаров за два месяца года досягнул омаль в 85 миллионов долларов. Экспорт послуг склав около 15 миллионов долларов. После обмеркования выника у работы региона Наталья Качанова наведала детяши сад в 19 микрорайоне и промысловые объекты. Марина Джалая с подробностями. По большинству позиций город выходит на необходимые прогнозные показчики. Але есть проблемные моменты. У промысловостей это стратная альбо недостатковая продукционная работа некоторых предприемств. У их лику – радиозавод, фабрика 8-го соковика, завод вымиральных приборов. Акцент был сделан на распроцовку стратегии по выходе на эффективную деятельность. В одних выпадках треба сменшить площадь на предприемствах. Отмовиться от лишних. Неде необходимо переглядеть ассортимент и ценовую политику. Звернула увагу керонюк администрации и на необходимости мкнуться до повышения работникам заработных плат. Примальный узровень для Гомеля – 1000 рублей. Реши таки покажек запланованы у экономицы областного центра до конца года. Прежде всего акцент был сделан на те предприятия, которые сегодня работают недостаточно эффективно. Где невысокая заработная плата, где есть неиспользуемые площади, которые надо вовлекать в хозяйственный оборот. И вообще в целом рассматривали стратегию развития дальнейших этих предприятий. Может быть, они удельный вес, их в объемах промышленной продукции в целом по городу и не столь велик, но там работают люди, это серьезные коллективы. На одном предприятии больше тысячи, на втором предприятии 660 человек. Основная задача сегодня руководителя предприятия – это видеть стратегию развития, что будут выпускать, какую продукцию для того, чтобы у людей была достойная заработная плата. Еще один аспект – забеспечение шмодетных семью жильем. Заразу у Гомеля на улику знаходятся свыше 350 таких семью. Дости до кожных и изнасти для их подходящей варианты – задача для терминового выконания. После поседения Наталья Качанова на практице ознайомилась с развитием социальной инфраструктуры города. У приватности наведала добра знайомых гамельшанам детячий сад номер 100. На школьной установе убудовано у шматкватерный жилый дом, який находится в 19-м микрорайоне. Это пилотный проект, який в будущем планует расповсюдить. Сад различный на 60 мест, но по факту его наведывают свыше 70 детей. А кроме того, керавник администрации президента побывала на проблемных предприемствах, разума об яких ишла подчас поседжения ГРВКНКАМа. Одно из них – завод вымиральных приборов. Зараз тут працуют около 200 человек. Середняя заработная плата – амаль 600 рублей. Завод в первом квартале спрацевал стратно. А кроме того, керавництво вытворжести отримало широких завоев и по инших накерунках. Потребования ликвидовать недохопы – устисленный термин. Надо будет наводить порядок внутри, в цехах и ускоряться по поводу переезда. Территория, которая сейчас на данный момент составляет предприятие 2,8 гектара, будет поделена почти наполовину и 1,4 гектара останется за предприятием. Сейчас будет в первую очередь переезд в эти наведение порядка на внутренних территориях и цехах, и, соответственно, переезд туда. Средняя зарплата по предприятию на сегодняшний день составляет 583 рубля. Рентабельность у нас за первый квартал отрицательная – минус 2%. По 2018 году 6,2% была плюс. Я думаю, что к середине года, то есть к концу второго квартала, мы выйдем на положительное сальдо. Основная думка, яка ухудшала подчас сегодняшней сустречи Натальи Коршановой с представниками ОЛАДы и предприемства у Гомеля и в области – неухильное выконание головных потребований президента Беларуси. Это эффективная работа промысловости, адекватная зарплата для работников, контроль за ценоутворением с проведением постоянных мониторингов, доброе упорядкование. Улику приоритетных – работа со зворотами грамадян. Проблемы людей треба выражать самостоянно и не чекать, пока скарги трапить у администрацию, подкреслила Наталья Качанова. И, зразумела, на первых позициях – працевладкование грамадян и забеспечение жильем шмадетных семьев. Марина Джала, Александр Харлампу, телерадио «Компания Гомель». Урачиство митинных на Аллее Героев и святочный концерт у областным грамадско-культурным центра. Сегодня у Гомеля начались мероприемства, примиркованные до 74-й годовины перемоги. За падениями совершили наши корреспонденты. Гэта мероприемства одночасово урачистая и жалобная. Аллея Героев у Гомеля была открыта 5 годов тому. И с того часу тут проходят митинги, примиркованные до дня перемоги, вызволения Беларуси и города. Гэта, саправды, знаковая для гомельчан месса. Тут пахаванные солдаты и офицеры, які загинули подчас Вяликой Айчыной. У военную историю наш регион уписал шмат героичных сторонок, але цена перемоги для его оказалась великой. 1126 вёсок полторыли лёс хатыни. С фронту до дому не вернулися 40% мужчин во взросле от 18 до 35 годов. После заканчения войны на 100 жанчин у Гомельской области приходилось только 73 мужчины. Это, конечно, и праздник радости, и праздник воспоминаний. Пусть уже слёзы так не льются, конечно, но всё равно же вспоминаешь всё, что было, кого потеряли. И вот такой день нельзя не вспоминать. Поэтому, конечно, и со слезами, и с радостью. 74-я годовина перемоги – ещё одна подстава наведать ветеранов Вяликой Айчыной и повеншовать их со святом. Сегодня в Гомельской области до этой категории относятся 950 человек, 400 из которых примали непосредный удел у боях. Людей, которые дали всем урок патриотизму, адваги и гонору. Под час урочистого сходу их называют «Золотым фондом краины» и нагадывают, сегодня для каждого ветерана необходимо створить максимально комфортные умовы. Солдаты перемоги, дякуючи минавита им, жихары Беларуси, не ведают войны уже 74 годы. Мы говорим, берите с них пример. Это наши молодёжи и всем, кто рядом с ними идёт. И благодаря этим людям и нам просто жить. Всё-таки они нам дали свободу, они нам дали возможность учиться, приобретать специальность и сегодня мирно трудиться. Олег Синчеров, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля пройшла областная навыково-практичная конференция «Гомельщина памятая». У делу её и приняли представники органов УЛАДы, правооховных структур, громадских организаций, а так само навыковцы. Конференцию наведал и наш корреспондент Олег Синчеров. В местном проведении конференции обрали областную библиотеку. Эта установа не первый раз принимает такие мероприемства. И наведо до этой конференции сегодня тут открыли несколько выстав у тимлику достаточно редких книг. Выставы не переможны. Это книги с фонда в Гомельской областной библиотеке. Все выдания укрышены в период великой очины. Тогда воевали не только солдаты, воевали и книги. По великим рахункам, это и дорога. Житие протягивается, и мы областного переможем. Экспозиция достаточно масштабная. Тут и поведомления Советского информбюро, и каталоги военных местаков, и академичные выдачи. У областной библиотеки кажут, что за все дымкнулись предоставить читачам максимум правдивой информации. По великим рахункам, такая мета и областной науково-практичной конференции. Я еще раз перегорнусь сторонки военной истории. Тем больше, что сегодня заявляются новые махчимости для ее одновления. У тимлику техничная. У приватности во управлении Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области заявились о махчимости доследования документов, которые ранее лечились страченными для начатков. Мы проводим грамотную, квалифицированную очистку документов, вскрытие каких-то капсул, пеналов, в которых они находятся, для того, чтобы не допустить их повреждения либо разрушения. Исследование этих документов в невидимых зонах спектра. То есть какие-то невидимые угаши, записи, тексты. Мы их визуализируем, они становятся видны, читаемы. Науково-практичная конференция «Гомельщина памятная» проводится по инициативе областной прокуратуры. Военной тематой она займается постоянно. Два месяца тому сопротивники прокуратуры провели мониторинг к месту похования червоноармейцев, партизан и мирных жахаров, которые загинули подчас вяде каячиной. По выниках проверок были выписаны подписания. Зараз у себя выявленные недохобы ликвидованы. Непосредственно на конференции прокурор Гомельской области Виктор Морозов презентуя книгу, какую написал оплошник генеральный прокурор Советского Союза Александр Сухаров. В осенью 43-х он принимал дел у форсирования Днепра Калялоева. Об этом так само рассказывается в выдании. Тема «Великая чина» для правоохранительных структур Гомельской области постоянно упали сроку. Проведенная у Гомеля областная науково-практичная конференция и аще одно мероприемство метанокированы работы. Сегодня правоохранительные органы взяли под опеку вот такие памятные места. Сегодня над Азарицким лагерем и тот мемориал, который есть, ухаживают сегодня сотрудники Управления Следственного комитета. Над партизанской кореничкой сегодня взяли шефство, эксперты наши. Они благоустраивают, они там проводят свои мероприятия, связанные с посвящением профессию, с награждениями и так далее. Прокуратура области взяла под опеку памятник в Жлобинском районе одному из партизанских отрядов. Управление Комитета государственной безопасности взяло под опеку места боевой славы спецотряда, который действовал в районе Чечерского района. И такую же работу проводит Управление внутренних дел. Олег Сентяров, Андрей Иванов, телерадокомпания «Гомель». Святое однание и миру. Керавництво гомельского гарвы «Канкама» провело урочистый прием ветеранов Великой Айчинной войны. Мероприемства примирковали до надыходящего дня перемоги. В зале 20 ветеранов и удельников Великой Айчинной войны. Повиншевать их пришли керавники города, депутаты Городского совета. На передании свято у адрес ветеранов и удельников войны гучали слова подяки и пожадания здоровья. По словам старшини Гарвы «Канкама» Петра Керыченки, 9 мая – это не просто историческая дата. Это символ яднания белорусского народа о памяти многих поколений. Зараз в областном центре проживая больше за 400 ветеранов и удельников Великой Айчинной войны. День перемоги они сустракали в разных умовах и в разных местах. Однако радость была на всех одна. Воевали мы в то время, в Чехословакии были, под Прагой. Вот под Прагой ночью нам объявили, что победа. Ну, начали праздновать тогда сразу, не ожидая дня даже. Победа эта была завоевана очень в этой войне очень дорогой ценой. Поэтому хотелось всегда в этот день, и я это сегодня буду делать, сказать спасибо тем ветеранам, которые дали нам возможность спокойно жить, строить страну, чувствовать себя полноценным гражданином своей страны и планировать нашу жизнь, жизнь наших детей на будущее. Все лето наша краина означает 75-ти годы вызволения от фашистских захопников. Угонар гэтой знаменальной даты. Телеканал «Беларусь-4» запустил цикл сюжетов, присвеченных героям Советского Союза, именами яких названы в улице нашего областного центра. Сторонки с життя Константина Рокоссовского у материаля Паула Мехно. Залинейный микрорайон. Тут, по сирот перважно-приватного сектора, заховалася тихая улица у полтора километра до Ужинёй. До войны Одесская, зараз Рокоссовского, минавито тут, у 61-м доме, 75 годов тому квартировал легендарный маршал. Константин Константинович Рокоссовский, так сказать, появился в Гумеле как раз в период освобождения, когда сходу, в общем-то, 11 октября после освобождения Добруша, 10 октября, части Красной армии вошли в Белицу. Собственно говоря, туда и прибыл командующий фронтом и находился, значит, больше месяцев в Белице. И когда освободили Белицу, конечно, стояла дилемма, что делать или атаковать. Хорошо укрепленный, так сказать, высокий берег, сожженный противоположным западным берегу или все же, так сказать, применить другую тактику. До речи, Гомельон вызволял незвычайно для военной науки того часу. Массированный удар Рокоссовский сконцентровал вокруг города, наступал одразу с некольких боков. Таким чином, первым в истории уже в тактику двойного основного удару. Потом, на хвале Гомельского поспеху, народилась главная операция по вызволению Беларуси – Багратион. У них был такой творческий спор с Жуковым. Жуков руководил как раз северным крылом. Он, как представитель ставки, находился в районе Рогачева. Поэтому он Рокоссовскому говорил, что я тебе протяну руку через Березину. Но события пошли так, что наоборот. Рокоссовский Жукову протянул руку через Березину, когда его подразделения первыми вышли к Березине и замкнули кольцо в районе Бабройска. То есть знаменитый Бабройский котел стал результатом тоже активных действий. Но это при непосредственном участии Рокоссовска. После перемоги Константин Рокоссовский не одной чиноведва у Гомель. Зараз у музея находятся книги с автографом маршала, его амундирование и устагороды. Маршал вельми дорожил звучайными бойцами. Поэтому до каждой военной операции подыходил ягдоголовный. По вспоминах родовых солдат Великой Айчинной, Константин Константинович – один из самых ауторитетных командиров в войсках. Штаб Белорусского фронта Рокоссовского находился в Гомеле около четырех месяцев. Усё на той же Одесской улице, что зараз носит имя маршала. А кроме выражения фронтовых задач, Константин Константинович промал удел у одновлення порушенного города. Потом он стал самым первым гоноровым гражданином Гомеля. Павел Михно, Андрей Иванов, телерадио «Компания Гомель». У Минску сегодня у знагородили переможца у Роспабликанского творчого конкурса Белорусского союза журналистов «Золотое перо-2019». Удельники повинны были представить материалы, которые опубликованы в друкованных и интернет-выданиях, альбо, которые прогучали у радио и телеэфиры в минулом году. Лаураты вызначены в десяти номинациях. Сярод их, выканавший продюсер телерадио «Компании Гомель» Александр Гавейко. И он перемог у номинации за лепший цикл работ у радио и тележурналистицы. Сегодня в Ужлобине прошел международный открытый турнир по мини-футболе, организуя ГТС-поборнество и управление Следшего комитета по Гомельской области и Союз следших нашей области. А его удельники – правооховные и силовые ведомства не только из Беларуси, но и из России. Вероника Гамзюкова ведая подробностям. На пляцовце палаца гульновых видов спорта в Ужлобине разгорнулася боротьба за командные кубки открытого международного турниру по мини-футболе, присвеченного Дню перемоги в Великой Отчинной войне. У турниру удельничали шесть команд. А кроме Следшего комитета по Гомельской области, за перемогу замагались и дружины Центрального аппарата Следшего комитета и Управление внутренних справ Гомельского Аблвыконкама, областное управление Комитета державной безопасности и военной части 12.42, прокуратура Гомельской области и команда Жлобинского районного отдела внутренних справ приехала на ГТС-поборництво и сборная Следшего комитета России по Бранской области. Этот ежегодный турнир важен не только для нас, а вообще для всех участников. Именно приуроченностью к 9 мая, к Дню Победы, святой праздник для всех нас, турнир международный и наши российские коллеги точно так же с большой радостью принимают в нем участие, именно исходя из нашей общности, отношения к этим священным датам 9 мая. Ранее в этом турнире два годы запар перемогало в управлении Следшего комитета по Гомельской области. Ранее призерами так само становились и дружины Центрального аппарата Следшего комитета и Столичного управления. Цель и задача этого не ковечивание памяти Великой Победы, а такая идея появилась три года назад, мы ее успешно реализуем, от этого получаем только положительные эмоции. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем. Живем в надежде и, конечно, на развитие и плодотворное сотрудничество и с иными странами, командами представителей и стран. За ходом гульням назирали и болельщики. Команды потребовали не только аматоры мини-футбола с Жилобина. Поназирать за гульнями приехали так само коллеги и семьи удельников. Такие споборницы дозволяют не только проверить физичные махчимости, проявить силу и стойкость, а и продемонстровать спортивный гонор и товарищскую взаимовыручку, набыть новых сябров. Турнир для нас очень важен, потому что мы всегда готовимся к нему. Второй год подряд уже приезжаем. В прошлом году приехали, так сказать, осмотреться, поэтому в призеры не попали. В этом году приехали уже побороться за призы, за кубки. Очень к нему готовимся и настраиваемся на победу. Приятно сюда приезжать, потому что нас приглашают наши коллеги из Гомельского следственного управления, следственного комитета. То есть мы приезжаем не только поиграть в футбол, но и наладить какие-то связи, взаимоотношения, пообщаться где-то в каких-то рабочих моментах. Переможцы турниру отрымали командные кубки, которые являются авторской распроцовкой областного объединения Союз следствий и Добрыжского фарфорового завода. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук, телерадуя компания Гомельса, Жлобина. Знакомитые на весь свет шорные расписные шкатулки с далекого Палеха Ивановской области России выставили у картины и галереи Гаврила Вашенки. Невеликая живописная вёска прославилась, дякуюсь своим уродженсам, которые переняли мастерство многих поколений иконописцев и укоронили его у новое декоративное прикладное мастерство «Палехские лаковые миниатюры». Сегодня убачить эти уникальные выробы можно и у Гомеля. На выставе больше за 80 самых разностайных работ, створенных как на початку 1930-х годов, так и у 2000-х. Шкатулки, куфырки, брошки, бронзолеты, бисерницы, розных померов и с розными сюжетами. Разглядать яке можно вельми долго. Палехские маэстры николи не полторают своих композиций. Во-первых, это ручная работа, то есть это всё делается вручную. И папье-маше, сама основа, заготовка, на чём будут выполнять роспись. Ну и сама работа художника, то есть это не механическая, не какая-то штампочная работа. То есть это кисточка, краска, фантазия художника, которая применяется, его вдохновение, будем так говорить. И это поэтапное исполнение работы, оно иногда занимает и неделю, две, месяц, год. Выстава перасованные, а я ей экспонаты вандруют по розных городах в свету и усюди знаходят своего глядача, який безумовно здявляется такой детальовости миніатюр и захаванню традиций Палехского письма про Стагодзе. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgmail.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин